Вдох глубокий, руки шире. Начинаем утреннюю разминку. В рамках ежегодной и общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» организовали мероприятие на базе детского оздоровительного лагеря «Кировец». С Министерством внутренних дел это не единственное мероприятие. У нас сразу несколько классных проектов, где движение первых взаимодействует с Министерством внутренних дел. И помогает ребятам рассказать основы разных направлений нашей жизни. «Зарядка со стражем порядка» рассказывает о том, как быть здоровыми, как быть сильными, как быть первыми. Около 200 ребят вместе с вожатыми на свежем воздухе повторили комплекс упражнений, который для них подготовил инспектор отдела профессиональной подготовки областного главка майор полиции Дмитрий Ломакин. Обычно полицейские тренируют действующих сотрудников, но ради акции готов сделать исключение. Мне формат этот очень понравился. Хотелось бы реально побольше даже не один раз в год, а чаще проводить данные мероприятия. Так как они помогают этим молодым людям подниматься вверх, сильнее становятся. Они больше приобретают опыта какого-то с работой вообще МВД в принципе. И в дальнейшем дети полностью погрузились в данную атмосферу. Была видна отдача на 100%. Всем поднял настроение, в том числе и себе. И поэтому было все классно. Затем участники акции переместились в другую локацию, где уже кинологи познакомили их со своими питомцами. Ребятам показали, как бельгийские овчарки проводят поиск опасных и запрещенных веществ и могут задерживать преступников. Была показана работа собак по поиску наркотических средств в автотранспорте, обыск багажа, задержание преступника. И прием выборка вещи. Ребятам было очень интересно. И нам было очень приятно наблюдать эту реакцию детей. И хотелось как можно больше всего показать, чтобы действительно им все понравилось. Но я думаю, что им все понравилось. И как уже не раз было сказано, спорт и наркотики несовместимы. Поэтому, дабы уберечь молодое поколение от смертельной угрозы, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков провели занятия с ребятами постарше, показав им в видеофильме о вреде потребления запрещенных веществ и рассказав об уголовной ответственности за употребление и сбыт смертельно опасного зелья. А госавтоинспекторы организовали тематические площадки с использованием мобильного автогородка, где в игровой форме еще раз напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Также полицейские подготовили компьютерные тесты, викторины и творческие мастерские, где из светоотражающей ленты можно было вырезать свой собственный опознавательный знак и стать ярким и заметным в свете фар. Рассказали о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, напомнили в преддверии нового учебного года о том, как необходимо вести себя на дороге, сделали световозвращающие элементы ребята своими руками, чтобы такой модный атрибут, как модный световозвращатель, был у них в наличии. Плюс ко всему, мальчишки и девчонки смогли посидеть за рулем патрульного автомобиля и познакомиться со всеми системами спецмашины. В заключении акции гости пожелали ребятам хорошего завершения летних каникул, новых побед и успехов в учебном году. А самых смелых, сильных и активных в будущем всегда будут рады видеть в рядах полиции, на службе гражданам и законам.